Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сейчас пост, и если верить юмору от атеистов, православные христиане голодные и очень злые! Но, к сожалению, это подтверждается еще и наблюдениями, сделанными в храме. Там очередь на исповедь к батюшке, и одна прихожанка начинает долго и громко обсуждать с батюшкой тему поста. Типа, ей нужно благословение на то, чтобы поесть творожку. И начинается долгое объяснение, как ей в том году старец такое дал, а в этом году другой старец это не дал. Сзади очередь волнуется, все причаститься хотят. А это зараза! Не зараза, а прихожанка! А эта прихожанка зацепилась за Епитрахим и отцепляться не хочет. Да, бывает. Если бы существовал телекинез, то очередь одной только силой мысли вышвырнула бы прочь ее из храма. Поговорим сегодня на тему, которая приводит к подобным ситуациям. Возможно ли в наше время поститься так, как постились в старину? В старину это в то время, когда писались книги, на основании которых составлены все современные календари постов. Некоторые постятся. В интернете есть даже календарь с постными днями. И у меня есть друзья, которые честно постятся. И соблюдают все дни без мяса, без рыбы, без масла. И даже сухоедение. Вот так. Но потребляют чай с плюшками, с вафлями, с конфетами и прочими сладостями, которых не было во времена, когда писались древние книги и древние монастырские уставы. А что тут такого? Ведь на всех кондитерах и изделиях сейчас пишут состав, где вместо молока растительные жиры можно. А иногда даже на упаковке написано постный продукт. Ну, написать-то можно все, что угодно. А какие критерии этой самой постности продукта? Если продукт растительного происхождения, значит постный. По крайней мере, сейчас так принято считать. Говорят, что украинцы считают, что сало это растение, которое растет на свинье. А вообще-то любое мясо, молоко, яйца делаются из травы с помощью агропромышленного комплекса «Скотный двор». Поэтому надо полагать, что все эти продукты постные. Почему нет? Но ведь для изготовления их используют животных. Ну, тогда все, что в поле и на огороде растет, это тоже животный продукт. Потому что для удобрения используется навоз. Чтобы это поле пахать, кое-где до сих пор используется рабочий скот. Раньше точно использовался рабочий скот. Так что все животное. Кстати, интересно, что молоко, которое дает корова, считается непостным. Яйца, которые дает курица, непостные. А вот мед, который дают пчелки, почему-то постный. А в чем разница? Странно, да. Пчела, в общем-то, она зверий. Да еще какой страшный. А еще непонятно, а почему вот рыба более постная, чем мясо, А какие-нибудь креветки, крабы, мидии, они более постные, чем рыба. Интересно. А у крабовых палочек, которые сделаны из рыбы, степень постности, как у рыбы или как у крабика? Эх, знала бы ты, сколько вообще споров и скандалов на эту тему бывает в церковных и монастырских трапезных. Ну вот, привозят, привозят, значит, в монастырь автобус, полный паломников. Сидят они все в трапезной, кушают постные блюда с постными лицами, и вдруг одна матушка начинает возмущаться. Я причаститься хотела, всю дорогу правила читала, вот меня благословили причаститься. А вы мне в постном салате смотрите, что подложили. Это же крабовые палочки. Ха-ха, отравили? Да нет, соблазнили же домосоны благочестивую гусеницу. Регулярно вижу такое, но непонятно, почему эта матушка не понимает, что в другие монастыри со своим уставом не лазают. Ну, вообще-то, когда писались эти уставы, то были другие продукты. Но принцип христианского поста, как самоограничение, он, в общем-то, сохранился до сих пор. То есть, пища в пост должна быть более простая, чем в обычные дни. А в чем конкретно выражается эта простота и эта постность, решалось, ну, по ситуации. Вот, например, Иоанн Креститель жил в пустыне и ел акриды и дикий мед, как мы знаем из Библии. Ну, из истории мы знаем, что именно вот эти продукты, они в пустыне были доступны. То есть, если бы Иоанн Креститель жил где-нибудь в русской деревне конца 20 века, причем зимой, то он ел бы то, что продается в местном магазине, потому что больше ничего там нет. То есть, он бы ел хлеб, сосиски, гречку и пельмени. Это логично. И отличался бы от местных лишь тем, что водочку не пьет. Согласно теории христианской аскетики, в пост человек снижает комфорт своего быта и через это прокачивает в себе чувство смирения. На эту тему во всех храмах регулярно говорятся проповеди разными батюшками, ну вот типичные штампы. Пост для человека, а не человек для поста. Если пост вызывает зло, агрессию, гордыню, зависть, то лучше не поститься. Лучше в пост есть мясо, чем есть людей. Ну, в общем, как-то так. Дорогие братья и сестры, сегодня весь православный мир вступил на путь Великого Поста. Путь, который мы с вами должны пройти до Светлого Христового Воскресения, покаяния, любви, в делании добрых дел, в делании стяжания внутреннего человеческого духа. И, наверное, тот пост, который мы себе представляем сегодня, когда мы ограничимся с вами кушением скоромной пищи, может быть не совсем правильно для нас. В первую очередь, это должен быть духовный пост. Человек должен воздерживаться от своих каких-то грубых привычек, от злых дел, от лукавства, от обсуждения. Человек должен в своем сердце стяжать любовь к ближнему. Человек должен осознать свою греховность перед Творцом. И в покаянии своего сердца принести в Храм Божий, поисповедоваться, приобщиться к святых христовых тайн тела и крови. И этим засвидетельствовать свое единство Святой Православной Церковью. Мне хочется пожелать всем вам, чтобы мы укрепились с вами в эти дни Великого Поста духовно и телесно и в радости духовной встретили светлое Христово Воскресение. Да, а как же послушание Церкви? Раз есть календарь постных дней, значит, надо ему следовать. Посты в типиконе прописаны, типикон никто не отменял, так учат современные ревнители православия. Церковные правила морально устаревают, правда, не все об этом знают. При этом их не отменяют, как обычные светские законы, их просто не исполняют, как ставшие неактуальными. Вот, например, откройте правила вселенских соборов или правила поместных церковных соборов и посмотрите, что там написано про рабов и рабовладельцев, а также про монахов и про епископских жен. В общем, учите такую дисциплину, церковное право. Протеерей Вячеслав Цибин на эту тему написал учебник, по которому учатся в семинарии. Все его лекции на тему церковного права в аудиоформате доступны в интернете. Все можно послушать, все можно прочитать. Надо пояснить, а в чем заключается моральное устаревание правил поста? Ну, вот, например, современное молоко делается из молочного порошка и других ингредиентов на заводе. На каком основании к этому искусственному продукту из искусственных ингредиентов представляются правила из типикона, которые применялись к молоку, которое добывается из коровьего вымени? Вот, это совершенно разные продукты, совершенно разные свойства у этих продуктов. То, что из коровы надоели, через два дня прокиснет. То, что сделано на заводе, оно по полгода может храниться в холодильнике. Или вот, если вам не нравится слово молоко, ну, пожалуйста, вот рядом, на той же полке, стоит продукт, называется молочный продукт. Выглядит так же, вкус такой же, но только вместо молочного жира там используется растительный жир, полученный из паймового масла. Вот, я не знаю вообще, как это постный продукт или не постный продукт, и какие вообще обоснования, какая вообще аргументация на тему, чтобы причислить этот продукт к постным или этот продукт к не постным. Мнения о нём разные. Да, есть ещё соевое молоко. Тоже это постное или не постное. Опять разные мнения. Да. А можно ли считать сосиски мясным продуктом? Если они стоят в три раза дешевле, чем мясо, и у них даже нет вкуса мяса, у них характерный вкус сосисок. Во времена, когда писали типикон, такого продукта просто не было. А вот с простотой пищи ситуация вообще противоположная стала. Ну вот мясные продукты сейчас доступны в течение всего года, они более дешёвые, они считаются более примитивные, более будничные. Зато вот овощи и фрукты, по крайней мере, в нашей стране, это продукт сезонный. Вот рыба сейчас стоит дороже мяса. Мои продукты стоят сейчас в нашей стране дороже рыбы. Таким образом, если современный житель России будет поститься древними заморскими уставами, то это означает, что в пост он должен перейти на питание деликатесами. То есть разрушается и смысл поста, как самоограничение, и смысл деликатеса, как праздничного продукта. Да. А ведь в цену современного продукта заложена ещё и высокая стоимость рекламы. Фактически к товару прилагают ещё и престиж. Можно обычные дни кушать мясо с рынка фермерское, а в пост его же брать в супермаркете. Интересно, пост зачтётся? А тут опасность такая есть, что, как ты говоришь, непостное фермерское мясо будет более худшего качества, чем то, что в магазине. Продавать его будет, конечно, фермер, такой весь из себя, может быть, даже православный, у которого где-то там пасутся... Ну, такой эффектный, да, чеково. Да, где-то у него там пасутся свиньи, коровы, но только на прилавке у него лежит то, от чего отказался супермаркет. И то, что ему продали вообще-то для утилизации, чтобы он это собакам скормил или в землю закопал, потому что этот продукт некачественный, там санэпидемстанция нашла что-то плохое, то, что людям есть нельзя. Ну, вот как-то так. А на рынке качество товара контролировать сложнее. Ну, вот зато, если пост понимаем как ограничение в каких-то поступках, или телевизор не смотрим, или на более медленный интернет переходим, то, например, в пост можно отказаться от раздельного сбора мусора. То есть, всё, весь бытовой мусор кидаем в мусоропровод, а не возим на пункт приёма вторсырья, гордо воображая себя спасителем человечества, борцом за экологию. Это да, точно. Просто как быдло обычное, выбрасываем всё вместе на общую свалку. Да, и таким способом смиряемся. Да, таким образом смиряемся. Точно. А ведь и время для поста какое-то неудобное, несвоевременное. Разумнее было бы Великий пост сделать летом, когда жара, когда сезон овощей и фруктов, а зимой и весной больше мяса и рыбы. Это и по деньгам доступнее, и для здоровой полезей. Ну, с календарём вообще в церкви всё просто ужасно. Вот если постность продуктов ещё как-то можно оспорить, как-то можно подогнать под реальность, то календарь, он чётко определяет момент событий. То есть пост либо есть, либо его нет. Либо да, либо нет. Переходных вариантов нет. И поэтому вариантов, как быть, если церковный календарь отличается от календаря, по которому живёт и функционирует окружающее общество, тоже только два. Первый вариант. Или оба календаря привести в соответствие, как было раньше, то есть на светские праздники наложить какие-то церковные праздники, как на языческую масленицу, наложить христианскую масленицу, как неделю перед постом, на какой-нибудь там Перунов день назначить День памяти Ильи Пророка, вот на какой-нибудь новогодней каникулы можно было бы придумать какую-нибудь там Мигелю о Кане Галилейской, типа праздновать, как на свадьбу от всей души, или поститься, как постимся по всем древним церковным календарям, но тогда со своими постными уставами дальше церковные ограды не высовываемся. Иначе церковная, иначе какая-нибудь общественная организация, которая будет продвигать идеи церковных постов в обществе, она сразу станет и общественной организацией, она сразу станет антиобщественной, потому что она будет мешать жить обществу. Ой, получается что, сектой что ли? Ну, не обязательно сектой, просто антиобщественной организацией. То есть, юридическим языком, если выражаться, группой лиц, организованной по предварительному сговору с целью нарушения общественного порядка. Хулиганы это, или террористы это, следствие разберется. Враги народа, да, что ли? Ну, для общества нет разницы, или призывают громко слушать по ночам музыку и мешать людям спать. Или идти ночью в храм на богослужение и тоже мешать трудящимся спать. Человеку надо утром идти работать или учиться, поэтому ночью он должен спать. И те, кто говорит обратное, они вообще антиобщественники. Или вот, от Нового года до Рождества, каникулы, семьи в сборе, надо радоваться и веселиться. Надо повеселиться от души, поесть от души, когда все в сборе. Да, это точно. В общем-то так. И те, кто... Особенно детям это важно. Да, детям особо важно. И те, кто в это время начинают гнать пургу про строгий пост, они вообще антисоциалы. Если они своих детей так воспитывают, то они детей воспитывают плохо. Потом у детей психологические комплексы. Им потом всю жизнь надо с психотерапевтом работать. Из-за того, что все радуются веселяться, а ты сиди постись. Маньяком потом стать может. Да, жесть. Да. Поэтому таких родителей детей вообще-то забирать надо. Или родителей воспитывать самих. Как-то так. То есть, если хотите заниматься религией, пожалуйста, занимайтесь. Но только не во вред обществу, а на благо общества. В СССР именно так и было. Диктатура пролетариата. Религия не должна мешать жить трудящимся. И, в общем-то, это было правильно. А вот интересно. А до наступления этой самой диктатуры церковь с государством вместе трудилась, календари соответствовали, и людям помогали, а не мешали. Многодневные посты помогали рационально распределять запасы продуктов. Ну а церковь не мешала, а помогала общественной жизни. И это тоже было правильно. Было правильно, потому что постный устав был ориентирован на натуральное хозяйство, на крестьянский быт, и всё было правильно. А в данный момент это морально устарело, но не прошло вовремя церковных реформ. А ещё, кстати, говорят, что в пост нельзя заниматься сексом, даже супругом законным венчанием. А к счастью, в православии секса нет. А дети тогда откуда? А дети есть от интимной жизни. А интимная жизнь – это то, что для нас двоих. И двое про подробности этой жизни никому не распространяются. Даже духовнику. Ну и духовнику тоже. Не его монашеское дело, а рассказы про любовь слушать. Ну, в общем-то, да. Пусть лучше Библию читает. Там есть как раз такая книга «Песня песней Соломона». Очень эротическая, но с духовным глубоким смыслом. Так что, если такая потребность есть, то пусть почитает. Интимная жизнь, она вообще-то на то и интимная, чтобы о ней никому не рассказывать. Если о ней рассказывать, она уже не будет интимная. То есть, какая-нибудь парочка, которая ведёт эротический видеоблог, для неё секс уже перестаёт быть интимной жизнью. Для ней интимная жизнь – это что-то другое. Но не секс. Да, но не секс. А, и каков же вывод? Вывод таков, что в наше время древний постник также невозможен, как древний воин. Потому что сейчас не библейские времена, и даже не средневековье. Если современный человек склепает и наденет какой-нибудь пластинчатый доспех или кольчугу, то это не будет средневековый рыцарь. Это будет только всего-навсего современный реконструктор. Если человек организует вооружённое формирование, действующее по принципу, когда он собирает дань с подчинённой ему территории, и на эти деньги покупает оружие и набирает бойцов, то это не будет древний князь. И рыцарем это тоже не будет. Это будет просто современный бандит. Если современный человек ест акриды и дикий мёд, это не древний постник, а современный гурман. А если он в определённые дни заменяет мясо на растительность в разумных количествах, это опять не древний постник, а современный здоровый образ жизни. Если человек садится за стол и начинает возмущаться, что блюда неправильно приготовлены, это нельзя и это нельзя. Во все времена это чудак. Причём чудак на букву М. Мама, я влюблена в вода. Ну да, даже не на букву М, а на букву Т. Токсичная личность. Не буду звать такого в гости. Сам готовь и сам ешь то, что считаешь нужным, раз, но для меня слишком многочестивый. Да. А если человек живёт в обществе и при этом живёт не по принятому в обществе календарю, а по какому-то своему внутреннему, то это вообще-то потенциальный клиент психиатрической больницы. вот сегодня он там строгий пост устраивает, когда все празднуют Новый год, а завтра он начнёт приходить на работу не к началу рабочего дня, а поздно поздно ночью там что у него там в голове произошло, что он там прочитал, никто не знает, как-то так. А если он кому-то рассказывает про свою интимную жизнь или отказывает своему партнёру в любви и нежности, это клиент клуба знакомств со статусом в активном поиске. Причём всегда. Да, сколько мы таких видели в разных православных, христианских, молодёжных клубах. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, на этом мы прощаемся с вами. С вами были Семьеведы-любители Лена Магадан и Колян Платков. Подписывайтесь на канал Платочек. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если поставите дизлайк, напишите, за что дизлайк-то. До встречи в следующих видео. До свидания. Спасибо за внимание.